Шесть общественных организаций социальной направленности, работающих в Славянском районе, отметили новоселье в новом здании в центре города, в светлых, просторных, удобных кабинетах. Это стало возможным благодаря поддержке главы района Романа Сенеговского. Вместе с главой в гостях у новоселов побывали Надежда Неткачева и Георгий Калинин. В Славянском районе накоплен большой опыт взаимодействия местной власти с общественными объединениями социальной направленности. Их в районе 11. Администрация района оказывает общественникам постоянное содействие в ведении уставной деятельности. С этой целью реализуется специальная муниципальная программа. Вопросов для сотрудничества и поддержки немало, в том числе и предоставления помещений для работы. Шесть организаций размещались в небольших помещениях, в зданиях, преимущественно старой постройки. Это создавало неудобства для их нормальной деятельности. Год назад на встрече с главой района руководители объединения обратились с просьбой по возможности улучшить условия размещения общественников. Обращение не осталось без внимания. Роман Синеговский, человек слова и дела, решил вопрос максимально эффективно. Перевёл их в недавно построенное современное здание на улице Красной. Здесь каждое общественное объединение получило отдельный просторный кабинет, где установлена новая мебель и созданы все условия для работы. В центре города, в хорошем месте, под общей крышей, с хорошей отделкой, с политсистемой. Общественники не скрывают, что центр стал для них вторым домом. Здесь они общаются и взаимодействуют друг с другом. Сообща решают многие вопросы. В новых комфортных условиях представители общественных объединений станут работать ещё эффективнее, считает председатель общества глухих Лариса Шкурко. Новое помещение комфортное, чистое, светлое, удобная мебель. Шкафы нам поставили, стол большой, банкеток много, стулья. Удобно разместились, всем комфортно. Чистота, вот эта красота вообще привлекает людей. Огромное спасибо за это. Теперь на улице Красной, 30-2, находится общество инвалидов, местное отделение Красного Креста, комитет женщин и солдатских матерей, первичная организация Совета ветеранов Центрального микрорайона, общество глухих, отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. После того, как глава района осмотрел новые кабинеты и поздравил общественников с новосельем, они в дружеской атмосфере за чашкой чая обсудили планы по подготовке к празднованию 70-летия Победы, работе с молодёжью и дальнейшему сотрудничеству. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин